Я бы хотела создать такую коллекцию, чтобы показать вот эту традиционную, красоту традиционного орнамента, потому что вот эти штуки, они не повторяются. Для Татьяны Чулковой орнаменты, вплетенные ткачихами 19-20 веков в панёвы пояса половики – это космос. Татьяна Чулкова взахлёб рассказывает о своём проекте «До дрожи, до мурашек». Она много лет греет в сердце идею возрождения такого ремесла, как ткачество. Если будет наш центр открыт, будет функционировать, это ускорит мою работу в создании какой-то коллекции поясов, тканых лент на основе того, что есть у нас в панёвах, на основе того, что мы видим в этнографических каких-то исследованиях. Создать именно то, что бытовало в нашем Жуковском районе. Показать уникальность этого места, потому что есть что показать действительно очень глубоко. Да, это скрыто пока, но мы хотим это проявить, показать и рассказывать об этом. В студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства Жуковского культурно-досугового центра, где Татьяна обучает детей, хранятся все собранные за долгие годы предметы старого русского быта – книги по народному костюму и ткачеству. Сегодня главная задача мастерицы – создать центр этого уникального ремесла, бытовавшего ещё до середины XX века в наших деревнях и сёлах. Так родился проект под знаком ткачества, который Татьяна Челкова при поддержке администрации КДЦ подаёт в экспертный совет президентского фонда культурных инициатив. Наш центр состоит как бы из двух частей. Первая часть – это музейно-выставочное пространство, где мы покажем всё то, что у нас сохранилось, всю ту красоту костюма, тканах изделий, которые есть в районе, потому что их много, они очень богатые, нам есть что показать. И вторая часть – это будет мастерская, которая будет совмещать в себе несколько направлений. Это и обучение, мастер-классы, открытая мастерская, где каждый может прийти и просто сам по себе, самостоятельно что-то создать. Овладеть технологией ткачества в центре помогут. Он будет оборудован станками, оснащён специальными приспособлениями, такими как бёрда. Это очень хорошие возможности для своего творчества. Особенно вот каворкинг сейчас очень модное такое направление, открытая мастерская, мы тоже хотим это сделать, где каждый может создать поясок, половичок или какое-то другое тканное изделие на нашем оборудовании. Когда-то на Руси ткали все, начиная с юных лет. Своих воспитанников Татьяна Челкова обучила ремеслу, которое сама освоила через интернет во время декретного отпуска. Такую полосочку моя семилетняя, восьмилетняя дочка вполне с этим справляется. И могу сказать, что она делает это лучше меня. Пока не было инструментов, дети ткали половички и салфетки на обычной картонке с нитками. На таком простом инструменте просто на картонке. А мы делали вот такие половики, потому что у нас не было возможности сесть за станки. Вот это очень хорошие работы. Там есть своя сложность в работе вот с таким инструментом, но ребята справились. У них была задача по цвету выстроить, чтобы это гармонично смотрелось. Часть оборудования для центра ткачества уже приобрели. На нем проводили мастер-классы для работников сельских домов культуры района. Это есть такие маленькие учебные станочки, которые разработаны специально для того, чтобы научиться понять, отработать какую-то технику. Он хорош тем, что он подходит и детям, и взрослым. И опытным мастерицам, и начинающим. Часть денег нам уже выделила местная администрация. Идет ремонт в помещении. То есть у нас есть помещение. Мы его сейчас ремонтируем, приводим в тот вид, в котором оно должно быть. И уже там мы будем формировать наше музейно-выставочное пространство и нашу ткацкую мастерскую. Для реализации проекта в полной мере нужно приобрести мобильное ткацкое оборудование, напольные станки, оснащение для выставочного зала. Все это станет возможным, если заявка, подаваемая на грант, будет одобрена. Александра Седачева, Виктор Левченков. События. Жуковка.